курочка утром вышла решила искупаться принять земельные ванны ну а я тут приготовила кормушечки воду сейчас буду тут расставлять выжискать цыпляток ну что же яйца тут лежат утят конечно нету даже их разглядывать сейчас нет смысла я их буду просто просвечивать почему нет смысла разглядывать потому что я уже уверена что не будет утят в этих яйцах хотя все может быть под уткой 40 дней выводились бывало мне такое ну у утки это понятно она просто на начальном сроке как бы присиживала да а я уже считала эти дни ну главное чтобы вылыбались утята под уткой это было в прошлом году в этом году тоже сидят будем ждать я сейчас всех накормлю а потом буду уже забирать эти яйца и просвечивать просвечу ну покажу вам что там внутри мне само это интересно что там внутри делается цыплят выпустила кушают курочка тоже немножко тут походила покушала вместе с ними и зашла опять свое гнездышко коко вот такие мои красотули тут коробки летают наводят мне уже порядки в округе да везде уже при чем что мои хорошие будем переезжать будем конечно нам хочется скажи летать прыгать мы хотим свободы свободы вот такие красотули 10 дней уже 10 как быстро время летит только вылупились а уже нам 10 дней да иди сюда иди сюда иди ты сюда тогда покажу покажу тихо кабанчики уже кабанчики не кабанчики смотрите один слетел другой прыгнул это место здесь не пустует поэтому банка такая чистая вот так уже хвостик у нас тут появились у этого цыпки хвостик уже есть а не только у этого а у этого маленький посмотрим у этого цыпки хвостик что тут будет у нас за породы такие да стакан уже валяется для воды которые у нас вот подготовила деревянный ящик соломки тут подстелила вот вода уже чистенько стоит сейчас будут переезжать я ждала чтобы соломка немножко как бы прогрелась потому что с улицы занесла но она не холодно нет а деревянный ящик я еще вчера занесла он всю ночь был в доме то есть дно тоже теплое не холодное важно чтобы цыпляток вот когда мы переселяем не в холодное помещение не в холодный брудер так как у меня здесь лампочка не будет гореть для них здесь светло важно чтобы пол был теплый деревянное основание теплая солома теплая вода есть сейчас цыплят перенесу корм насыплю и все делы у нас будут сделаны ну вот что я ожидала пошли уже пугаться бояться ну чё вы пошли в угол идите сюда идите здесь хорошо стали бояться соломы потому что у них подстилка другая была ничего сейчас освоится пошли в угол забиваться страшно страшно соломы страшно вам понравится а этот самый смелый видать нет не смелый тоже хочешь пробиться туда середку друзья меня радует что у этих цыпляток лапки ровненькие как положено не искривленные именно пальчики ровненькие но надеюсь что они не искривятся все пока хорошо и они такие толстенькие как положено не тоненькие ножки но сильные и сами цыплята сильные у меня пропоечку они прошли витаминки прошли пропоила витаминами их неделю 6 дней полных пропоила кусочек седьмого дня захватили три колосейки у меня раз-два а где третья а третья а вон третья смотрите все все туда сейчас я им корма насыплю в общем аппетит у цыпляток здоровый самое главное что они у меня хорошенькие крепенькие когда я их переведу в курятник взрослым цыплятам они будут окрепшие сильные смелые сильные да никто их не обидит переводить я буду чуть чуть попозже пусть подрастают я подумаю когда их перевести могу хоть завтра знаете вот если будет солнечная погода и плюс 25 на улице то хоть завтра цыплята освоится и никто никого обижать в моем курятники у меня так не будет но в чем тут у меня загвоздка я пропаила старших цыпок от глистов и эти хочу пропоить а пропаивать я буду в месячном возрасте и вот думаю что делать может быть пропоить их сначала дорастить до месяца пропоить их от глистов а потом перевести к старшим но пропойка как у нас происходит два дня я пропаивают глистов через десять дней опять два дня пропаивают значит получается что этим цыплятам будет уже больше чем месяц уже будет даже полтора месяца второй вариант какой перевести их к старшим цыплятам и уже при пропаивать всех вместе но те цыплята будут проходить уже дополнительную пропойку для них это будет уже нагрузка потому что два дня я их пропаила сейчас через десять дней опять пропаивать я буду два дня и потом еще с этими цыплятами придется пропаивать двойную двойной раз да маленький период пройдет еще времени после первой пропойки старших цыплят не хочу нагрузку делать на их организм все-таки это тоже определенная травля идет птицей от глистов мы пропаиваем это же все-таки антибиотик определенный идет который там немножечко им нарушает работу в любом случае желудочно-кишечного тракта не тоже нарушает а может к этому прийти я не хочу чтобы он не появился понос или были нарушения внутренних органов из-за того что я много дала им лекарства от глистов именно я говорю о старших цыпляток поэтому надо делать все вовремя и обдумав чтобы не погубить цыпляток поэтому пока цыплятки отдельно у меня находишь их мало а сколько у меня 14 штук их у меня 14 штук поэтому мне несложно их отдельно содержать вот они у меня могут в этом деревянном ящике вот место смотрите сколько вот сколько в доме то они меня что зачем чтобы они находились когда на дворе уже скоро летом я могу этот деревянный ящик вынести на улицу накрыть и они будут у меня под солнышком находиться в тени но на улице и я так и сделаю когда потеплеет сегодня еще холодно тоже на улице я его прям беру ну вдвоем мы с Сережей переносим он тяжелый надо на улицу вынесли надо занесли в дом вот так очень удобно смотрите водичку нашли умные цыплята какие хорошие умные цыпочки а водичка то какая какая водичка вкусная ой крана налитая да до сих пор цыплята пили мне витамины в коробочке у них были витаминчики в коробочке у них были витамины последнюю порцию налила разведенная а тут уже водичка с крана вот так вкусненько да вкусненько пейте пейте мои хорошие сейчас еще им кормушечку тут с кормом и красота будет вот уже освоились видите уже освоились пички все понравится конечно тут им больше места будет и летать можно и прыгать и бегать вот все что хочешь можно делать вот так вот такая порода смотрю у этих галашей хвостика нету и я не думаю что это обязательно будет петушок это может быть порода такая у меня же тоже такие были и вот без хвоста это цыплята не от моих кур я покупала яйца соседки то есть это совершенно другая кроша у меня тут будет в будущем да смешаю петушков и курочек с разных хозяйств и все на следующий год у меня будет уже потомство другое покрепче посильнее обновляю кровь ну дай бог чтобы эти выросли конечно посмотрим в кого они превратятся кто из них вырастет очень интересно галашейки кто окажется курочки или петушки вот три галашейки здесь было бы неплохо чтоб хотя бы две курочки были ну пусть одна хотя бы а то будет три петуха мне ну тоже неплохо хочу сказать будет будет галашейный петух значит я оставлю его может он вырастет в нем мощным крепким петушком я его оставлю ну не будем загадывать наперед посмотрим что получится из них цыплята меняет свою окраску было много у меня светленьких цыпляток желтеньких смотрите как они меняют окраску они становятся рыженькими вот эти видно да а эти будут серенькие вот они хвостики эти хвостики господи крылышки маленькие мои вот так а этот был темненький тоже меняет видите окраску рябой будешь рябой да так красавчики сейчас по-быстрому покажу вам яйца вот посмотрите утенок здесь уже был в воздушной камере но вот замер видите клювик его вот здесь все замер следующее яйцо вот такой вид здесь даже внутри жидкость она перекатывается вместе с поворотом яйца то есть здесь утенок бы и не вышел если даже очень захотел вот ну здесь такая же история как бы утенок замер все ничего здесь нету а здесь он еще ранее замер то есть он даже и до воздушной камеры и не дорос так 4 показал это 5 да вот так посмотрите ну я вам по-быстрому показываю чтоб имели представление есть ли смысл оставлять эти яйца как бы под курицей или под уткой или вообще в инкубаторе вот когда они вот так выглядят нету смысла так по моему седьмое да пыталась я друзья разглядеть посмотреть естественно а вдруг будет шевеление движение нет ничего нету все утята замерли в яйцах цыпки укладываются спать старшие цыплята уже на нас тесты садятся но не все не все еще здесь конечно бродят цыпки еще не совсем у нас темно поэтому они еще тут гуляют запоздалые запоздалые самые да которые еще не наелись ну сейчас еще минут пять десять и будут все заходить вход на первый этаж закрытый потому что здесь цыплятки обязательно зайдут при чем приличное количество они полностью вот этот первый этаж полностью заполняют битком все там им тепленько я их когда оттуда выгоняю они такие горячие ну курочка друзья здесь сидит темно не видно в общем курица сидит это понятно по старой памяти она хочет сидеть но яйца я же забрала там яиц нету я хочу эту курицу перенести в курятник взрослым куром слушайте друзья я только сейчас увидела что у меня гусы не оказывается не там где надо находится опять гуляет не за пределами посмотрите опять она не там гуляет как она вылетает а видать одна и та же надо будет заприметить вчера Сережа загонял одну гусеньку какую-то позавчера я загоняла и сегодня опять вы видите ха ха вот так вылетает машет крыльями вылетает вот так и оказывается за пределами вольера а обратно не додумывается взлететь и домой пойти нет ну пусть уже гуляет сейчас пойдут домой в общем все спать а гусенька там друзья сидит отсюда если получится показать получится вон гнездышки и сегодня было две гусы не там будет возможно два яйца а может быть и три потому что вчера я взяла одно яйцо позавчера три яйца по идее сегодня должно быть три яйца от гусы ну посмотрим конечно же что касаемо курицы которая мне сидела на яйцах на яйцах друзья курочка сидела пять недель на утинок яйцах она молодец к ней претензий нету яйца ну вот так не получилось увидеть с этих яиц утят не получилось ну что поделать один утенок вылупился один там где был наклев яйце утенок вылупился может быть курочка ему помогла но его нету друзья я когда увидела этого утеночка уже было поздно он был рядом с курочкой лежал я так думаю что он замерз скорее всего а может быть курица его там столбанула но скорее всего он замерз лежал рядом с курицей курица на яйцах а утенок рядом и короче я этого утенка естественно ну забрала не жилец он был жалко конечно остальные яйца даже не пытались делать наклевы внутри утятки потому что не захотели что-то им не хватило а курица то сидеть хочет вот она сидит там на втором этаже сидит высвеживает высвеживает а что она там высвеживает только она знает подкладывать под нее яйца уже нет смысла потому что она сидела очень долго пять недель ей надо время отдохнуть все-таки я считаю пусть она начнет нести яйца хоть чуть-чуть а потом захочет сидеть на яйцах я ей предоставлю эту возможность чуть-чуть попозже а это будет потому что прошлый год она два раза сидела не на яйцах и в этом году так же само будет просто ей надо дать время отдохнуть немножко эту курицу я могу уже перенести в курятник взрослым курам но она будет не сидеть там на яйцах курочки несут яйца а она будет сидеть в незде на яйцах греть эти яйца мне это тоже не надо мне надо чтобы она забыла что это такое забыла насиживать яйца поэтому я ее пока оставляю здесь пусть она мне сидит в гнездышке да греет там что она там греет яйца которых нету я бы ее вам показала но будет темно она черного цвета и сидит на втором этаже покажу вам типок которые пытаются уважаться спать да да мои хорошие борьба идет за место вот и короче пока я ее оставляю здесь цыплятками а там посмотрю может быть еще завтра здесь подержу а в следующую ночь то есть на следующий день я ночь я ее буду определять курятник пусть она пока здесь побудет забудет что такое яйца вот а потом уже буду курятник взрослым курам определять здесь она мне тоже не нужна с этими цыплятами хотя она вроде бы мирненько с ними как бы существует да но ей здесь не место здесь должны быть только цыплята курица пойдет в курятник взрослым курам посмотрю на на ее поведение как она будет себя вести эти дни и в курятник пойду сегодня я ее не трогаю а завтра послезавтра я ее определю курятник давай идите спать выходите все по очереди идите идите слышать что я здесь и поэтому и выбегает с курятника ну так друзья курица сидела пять недель и получается что зря сидела да она хотела конечно сидеть она сидела но не получилось не получилось не удачный вывод котятки не выводили один только и тот погиб и тот погиб ну что делать ну все страшно ложишь такова такова природа друзья ну а здесь в деревянном ящике уже слышен писк гусят начался 28 день инкубации а писк слышен был уже на двадцать седьмой день ну не знаю может быть уже где-то и на клёвы есть я еще не разглядывала яйца ну пищат и кое-где стучат еще нету да я подписала номер один номер один несколько яиц сейчас я пищит может он на клёв сделал с другой стороны нет но он разговаривает ведет работу друзья ведет работу скоро будет на клёв я подписала я подписала номер один у меня по-моему три или четыре таких яйца где еще вот номер один я подписала те яйца где утенок ой утенок гусенок в воздушной камере то есть он уже такой хорошенький в воздушной камере и уже виден клювик и он там уже проделывает работу чтобы выйти не выйти а пробить в принципе пока пробить но сначала пробить скорлупу а потом выйти наружу в общем жду гусят это я смотрела прошлой ночью этой следующей ночью еще не смотрела слышно как они там разговаривают пищают друзья в общем все идет по плану двадцать восьмой день только начался и это нормально когда именно на двадцать восьмой день начинаются наклевы в гусиных яйцах правда у меня еще их нету но у меня и день то только начался поэтому надеюсь что наклевы будут спустя какое-то время но в дальнейшем уже и вылупятся гусят если вы прислушаетесь вы услышите как они пищат не пищат ну хотя пищат я то их слышу ну вот так друзья все идет хорошо ну а здесь какой день друзья шесть шесть нет ну шесть уже больше здесь девятый день инкубации пластика в инкубаторе гусиных яиц буду буду завтра докладывать яйца сейчас вам покажу приоткрою вот лежат здесь 27 гусиных яиц завтра ну надеюсь что завтра если мне ничего не помешает если планы не поменяются то я сюда заложу еще яйца гусиные здесь у меня утиные яйца друзья инкубируются покажу уже раз пошла вот вчера заложила первые сутки инкубации утиные яйца одно вкусное уточки ну а тут гусиные яйца уже начались третьи сутки инкубации 21 яйцо я заложила инкубируется в картонной коробочке под лампочкой злу 2 3 2 3 2 2 3